Музыка Ну вот такая у нас уральская погода и под нее нужно однозначно постраиваться и на коне те кто технологичны Из сельхозтоваропроизводителей те кто используют современные технологии если в картофеле и овощах те кто занимается поливом либо осушением соответственно те выигрывают несмотря на капризы погоды Те хозяйства которые менее технологичны мало используют удобрений у тех конечно всегда высокая себестоимость низкая урожайность И мы пытаемся проводить дальнейшую техническую модернизацию чтобы все хозяйства имели вот как раз нормальную техническую оснащенность Музыка Мы понимаем что есть вот как раз ниши связанные с там кролики гуси утки Это ниша которая востребована может быть в основном в связи с праздниками и так далее Мы не говорим что это основа продовольственной безопасности Но эта ниша есть Есть ниша производства камамбера например экспериментирует наше фермерское хозяйство Если смотреть европейскую культуру производства там не знаю прошутто либо там действительно камамбера Ну разных сыров они вырастали из фермерских хозяйств Мы начали развивать эту нишу 2-3-4 года всего-то навсего Мы дальше будем продолжать поддержку этого направления Но ключевая вещь что и фермерские хозяйства должны быть тоже технологичными Заходить в продажи уже с готовым продуктом Музыка В первую очередь с изучения примеров изучения там пермского опыта изучением российского опыта зарубежного опыта И вот наши производители те кто взялись например за выращивание мясного скота Гиррифорды, лимузины, абердин ангусы Собственно первое с чего они начали это изучили опыт Канады, США Изучили европейский опыт, изучили опыт в Российской Федерации И после этого только начали инвестировать собственные средства Чтобы не совершать ошибок Зачем? Нужно ехать и изучать